Торговый павильон, который не эксплуатируется уже длительное время, неоднократно жители жаловались на то, что здесь и мусор, и свалка, и посторонние люди какие-то пытаются либо пробраться в него, либо воспользоваться как-то этим помещением. Поэтому данный объект был выставлен на Международную комиссию, по рассмотрению которой было принято решение о демонтаже данной конструкции. Международная комиссия занимается демонтажем не только летних каких-то объектов, квасных точек и так далее. На нее попадают и вот такие торговые павильоны, есть подобные еще на улице Ленина, он тоже будет, его ждет демонтаж. Постепенно, то есть с привлечением Ремстроя у нас происходит разбор данной конструкции. Все вот эти материалы, которые будут демонтированы, все также будут находиться на штрафстоянке. Слабо подкрепленная разрешительная документация Ларек оказался весьма прочным по строению. На демонтаж ушло более двух дней. Сначала сотрудники Ремстроя убедились, что павильон не подпитан электричеством. Для этого они проникли внутрь, правда, не сразу. После безуспешных попыток скрыть Ларек, используя слесарное оборудование, в ход пошла тяжелая техника. В ходе демонтажа павильона к сотрудникам муниципального контроля подошли неизвестные граждане, которые заявили, что знакомы с собственником помещения. Сфотографировав постановление о сносе, незнакомцы пообещали уведомить владельца лично. Кроме того, ранее на Ларек неоднократно прикреплялась информация о сносе. Но, несмотря на все это, хозяин самостроя так и не объявился. Павильон демонтирован и перемещен на штрафстоянку. На сегодняшний момент, в своей очереди под снос, ждут еще 12 незаконных объектов, расположенные в разных точках Анапы.